Семья Глышко производству косметики посвятила всю жизнь. Мама Наталья Васильевна – главный технолог Одинцовской компании по производству косметической продукции. Годы, проведенные на заводе, вспоминает с теплотой в сердце. Именно здесь она реализовалась как химик-технолог. Здесь такая площадка для творчества. Есть люди, которые просто приходят на работу, чтобы прийти. От быть, от звонка до звонка. А у нас рабочий день начинается. Мы просыпаемся с работы, засыпаемся с работы и целый день на работе. Это, наверное, очень большая польза, потому что мы можем обсудить такие вопросы в семейном кругу, которые не всегда сразу вспомнишь на работе. После работы на заводе увлекся муж Натальи Васильевны. Сейчас он главный механик. По стопам родителей пошел и сын Дмитрий, который с детства приходил помочь в транспортировке подарков. Спустя время он дорос до главного инженера. Здесь на производстве ежедневно выпускают саму разнообразную продукцию. Это шампуни, пены для ванн, гелия для душа, мыло для интимной гигиены, тоники, краска для волос. На этом ассортимент российского производителя не ограничивается. Всевозможные средства по уходу за кожей. Это кремы, это скрабы, это бальзамы, это лосьоны. Ну, средства для рук, для ног, по уходу за телом. Потом, значит, очень большая линейка у нас разнообразная, интересная. Это депиляторы. Депиляторы можно подобрать для своего типа волос. Тщательный контроль проходит сырье, упаковка и готовый продукт. Все показатели заносятся в специальную карточку, которую потом может просмотреть покупатель. Данное, так сказать, значение должно попасть вот в эти параметры. Если они проходят, значит, у нас то вещество, которое мы заказывали, так сказать. Плюс еще будет измеряться плотность в данном веществе, также визуальный осмотр и запахи, это отдушка. В рамках импортозамещения компания активно расширяет ассортимент. В скором времени появятся новые скрабы и лосьоны для тела, а также различные новые средства для интимной гигиены, которые по качеству не станут уступать импортной продукции и будут доступнее по цене.